Привет, девчонки! Сегодня я читаю вам письмо своей подписчице. Вы слушаете, даете комментарии. Давайте приступим. С последних видео вы сказали, что хотите добавить позитивную историю от подписчиков. Прошу не называть моего имени. История получится длинная, много ситуаций, которые привели к хорошему итогу. Познакомили нас с мужем 12 лет назад, и до этого я никогда не знала и не бывала в Турции. Меня даже за грант-паспорта не было. Я его сделала уже после знакомства с мужем. Я была не заинтересована в парне-иностранце, но и с русскими парнями мне как-то не везло. Последнее расставание я переживала очень болезненно. Тогда я работала в турецкой фирме, и у меня много было друзей-турков. Все старались меня поддержать, почему-то решили, что я могу наложить на себя руки. Хотя это не в моем характере, и для меня жизнь важнее любого мужика. Один из друзей задумал решить мои проблемы, сделав мне необычный подарок на день рождения. Он сговорился с моей подругой, и за 4 дня до моего дня рождения приехал с ней и моим будущим мужем. Устроили пробные смотрины, так сказать. Сажусь в машину, увидев незнакомого человека, напряглась. На мой вопросительный взгляд друг отвечает. О, это мой друг. Он пока не знает русского языка, но у него замечательный характер, тебе он подходит идеально. Надо сказать, я с языками не дружу. И я спрашиваю, как предлагаете с ним общаться? Ну что, получаю следующий ответ. С твоим характером ты даже с обезьяной найдешь общий язык. Ну, значит, девушка очень веселая и активная. Следующую встречу отмечали мой день рождения. Потом мы стали встречаться. Я учила его русскому языку, и тот друг оказался прав. Мы действительно подошли идеально. Я довольно быстро вышла из депрессии, от последнего расставания. Через год он уже неплохо говорил по-русски. На второй год отношений он поехал в отпуск к моим родителям. Я с юга России, из небольшой станицы. Самое интересное, моему отцу он сильно понравился. Ни одного имени моих женихов, поклонников он не помнил, а его запомнил. Может, потому что мой муж очень смуглый, сильно отличается от русских. А вот мама сильно боялась разницы менталитета. Пришлось выслушивать все стереотипы, какие бывают они, да еще и преувеличенные материнскими всякими беспокойствами. Но потом успокоилась, узнала, что большинство опасностей, они беспочвенны. Да и я себя в обиду, конечно же, не дам. Еще через полгода я стала задумываться о будущем наших отношений. Рано или поздно он уедет из России. Он на мне не женится, а мне 30, о детях надо уже подумать. Я решила расстаться. Подготовила речь, приехала с твердой решимостью. Но не успела ничего сказать, только открыла рот. А он будто бы мысли мои прочитал и выпалил. Я хочу ребенка. Давай сделаем ребенка. Я не знаю почему, но в этот момент мой мозг частично просто отключился. Я забыла о своей речи, о своем решении. Хорошо, хоть хватило мозгов обсудить сложности заботы о ребенке. Спрашиваю, ты понимаешь, что я сейчас сама не смогу обеспечивать ребенка. Мне нужна будет финансовая помощь. Ты готов нести ответственность? На мою маму я это сваливать не могла. А у нее на руках мой отец, который тяжело болен, медленно умирал. Да и свекровь стерва. Он сказал, что готов. Через неделю я была уже беременна. Что меньше, чем через месяц подтвердила у доктора. Жениться мы не собирались. Он жениться боялся, как черт Ладана. А я не хотела из-за еще живых во мне стереотипов. Боялась, что ребенка могут забрать. И при разводе больше возможности, чтобы осудить ребенка. А живя отдельно, нужен веский повод для суда. Да и иностранцу это сложнее. Плюс его мужская лень. И в этом это все было мне в пользу. При беременности я меньше времени стала ему уделять, реже с ним встречаться. Он не выдержал, предложил съехаться. Но стали жить вместе. Через карпу я познакомилась со свекровью. Она обо мне знала. Ей рассказал один из их родственников, на которого работал мой муж. Хочу отметить, что этот родственник тоже жил со славянкой. Она была лично знакома с моей свекровью. По ее рассказам у меня сложилось впечатление, что меня не примут в семье. Вот эта вот пришедшая родственница рассказывала такой вот этой девушке. К концу шестого месяца беременности меня сбила машина, но ребенок не пострадал. После аварии приехала младшая Золовка познакомиться. Но из-за травм я родила на седьмом месяце. Так что Золовка познакомилась не только со мной и с моей мамой. Она приехала, чтобы поддерживать меня после родов. А также с полутора килограммовым племянником. Знакомство прошло успешно. Мама очень подружилась с моей Золовкой, успокоила ее окончательно. Ребенку в ЗАГСе сделали установление отцовства. И так как мы были не женаты, и на его основе свидетельство о рождении на фамилию мужа. Сразу оформили все документы и для России, и для Турции. Поскольку малыш был недоношенным, месяц был в инкубаторе. Привезли домой месячного ребенка с весом килограмм восемьсот. Кило восемьсот. Рост сорок девять сантиметров. Мама держала его на руках и со слезами кричала. Бедный мой внук. Палка колбасы выглядит больше моего внучка. За несколько дней, что мама была у нас, она научила мужа купать ребенка. А мне тогда сказала, если ты хочешь, чтобы твой муж ценил ребенка и был близко с ним, делай так, чтобы было у них больше физических контактов. Не надо сваливать на него какие-то дела полностью. У него сейчас природный интерес к ребенку. Он постоянно крутится рядом. «Купаешь ребенка? Позови. Дорогой, подержи ванночку. Или подержи ребенка, мне в туалет надо отойти. Кормишь из бутылочки?» «Ой, милый, подмени меня, я мусор пошла выкинуть». Ребенок спит. «Ой, разжись рядышком с сынком, я пойду искупаюсь». Для него это сложно, но он привяжется и интерес перерастет в привычку. Правда, через три месяца он сам уже говорил. «Иди, сделай мне чай, я сам его искупаю». Когда стала делать прикорм, попросила купить комбайн для приготовления пюре. Он находил кучу отговорок. Больше всего и бесило это. «Ну, раньше люди как-то обходились же без этого и выжили». Я психанула, решила эту проблему. Приготовила ужин и спрятала. Он приходит с работы, садится за стол. А я ему даю в тарелке кусок сырого мяса. На лице полное недоумение. А я ему «Ну, когда-то люди же и ели сырое мясо и выжили». Он, конечно, растерялся, но разозлился. Я достала спрятанный ужин. Он, конечно, растерялся, но не успел разозлиться. Я достала уже спрятанный ужин готовый. Вечер пошел в полном молчании. А утром он посадил меня в машину, повез в магазин и выбрал комбайн подороже. Первая встреча со свекровью состоялась, когда сыну было 8 месяцев. Приехали мы без предупреждения. Все были на свадьбе. Ждали их до 2 часов ночи. И когда родители стали подходить к дому, первыми из машины вышла только я с ребенком. Здравствуйте, мама и папа. Их радости не было предела. Оказалось, что рассказы другой невестки были предвзятыми. Свекровь оказалась строгой, но справедливой женщиной. Не обошлось без конфликта, конечно, менталитетов. Мелочная проблема режима сна. В Турции обязательный дневной сон не принят. А у меня из-за того, что ребенок недоношенный, он засыпал плохо. А если днем не поспит, к ночи происходило нервное перевозбуждение. Он вообще уснуть не мог и только орал. Ай, у меня удочки похожие было. Я вас прекрасно понимаю. Турецкая родня это не понимала. А старшие и слушать не хотели. Они же умнее. Я пыталась до них достучаться, дотянуться. Короче говоря, я дотянула до воскресенья. А почему воскресенье? А потому что в выходной все дома. Все будут свидетелями, но и пострадавшими в одном лице. Завтра же на работу очередной дневной спор о дневном сне. Муж в последний раз объяснял громко всем, чтобы все слышали, что если сейчас ребенок не поспит, ночью все не смогут уснуть. Опять проигнорировали. Громко с ним соглашались. Но и делали, в общем, как мама хотела. Естественно, веселая ночка была до 6 утра. Все не выспались. Злые ушли на работу. После этого маму убеждали и спорили с ней. Не мы, а те, кто пострадал в ту ночь. Да и Свекровь потом ввела дневной сон. Семейные правила. Всех следующих внуков она лично днем укладывала спать. Второй конфликт менталитетов. Когда сыну было 2 года, ребенок в полтора года уже начал кушать самостоятельно. И к 2 годам помощь посторонних в этом деле его сильно раздражала. А в Турции любят же побегать за детьми с ложечкой. Вот и Свекровь постоянно пыталась покормить с ложечки. Раз я ей объяснила, два, три. Мама, не надо, он разозлится. Не поверила она мне. Продолжила делать свое. Так Милки запустил ложкой прямо в нее. Я, конечно, за нее заступилась, сына успокоила. Но с тех пор она ко мне прислушивается. Да еще и стала настаивать на том, чтобы мы официально поженились. После этой поездки у мужа с работой стало туго. И он решил вернуться обратно в Турцию. Я ехать отказалась. Вернулась к родителям. Тем более отцу стало хуже. Хозяйство еще было. Да еще бабушка по отцу создавала проблемы. Мама сама не справлялась. Думала, ну все, он уехал. Родственники его женят. Все, конечно, конец отношения. Общались по скайпу. Сын должен знать своих родственников. Следующий визит в Турцию на трехлетие ребенка. Сын в аэропорту не узнал отца. Назвал дядей. Муж перепугался вместе с остальными родственниками. Стал настаивать на женитьбе и переезде в Турцию. Свекровь обещала лично покупать ежегодные билеты в Россию, чтобы я навещала свою маму. Я согласилась с условием, что он даст мне код на решение моих проблем. Распишемся мы в России. Я оставлю свою фамилию. Это наказание за то, что не женился до рождения ребенка. Но на самом деле мне не хотелось переделывать все документы на новую фамилию. Свадьбы не будет, так как отец свадьбу физически мне не переживет. И без родителей это неуместно. Я сказала, что деньги потратить не на свадьбу лучше, а добавить к нашим накопленным и купить квартиру. Свекровь нехотя согласилась, а теперь хвалит, что только у нас нет кредитов и есть свое жилье. Через полгода мы поженились. Турецкая сторона сначала об этом не знала. Муж опять уехал, чтобы узаконить наш брак в Турции. И уже при очередной связи он показал документы родителям, сообщил радостную новость. Я не знала, что свекровь так высоко умеет прыгать. Она была похожа на подростка, получившего долгожданный подарок. И еще через два месяца муж приехал нас забирать, но ему пришлось задержаться, потому что умер мой папа. И после похорон отца мы уехали в Турцию. Свекровь встретила с песнями, танцами. Помогла купить квартиру, помогла, чем могла. Окончательно я покорила свекровь после двух просьб, и она перестала ко мне лезть с нравоучениями. Сели рядом, я говорю по-русски, переводил муж. Он это тоже должен знать и понимать. Первая просьба. Мама, я очень прошу, не тратьте деньги на ненужные игрушки ребенку. Он начинает принимать вас как кошелек. А я хочу, чтобы он вас любил за то, что вы просто есть. Лучше поиграйте с ним, расскажите сказку, поговорите, погуляйте. Тогда он будет вас встречать вопросом, как дела, как здоровье, а не вопросом, что ты мне купил. Вторая просьба была после маленького недоразумения. Свекровь тогда ночевала у нас, она с ребенком созремала в салоне. В 21.00 я взяла ребенка отнести спать, но сын закапризничал, стал кричать на публику, играть. Сильно обиженного. Свекровь с просони подумала, что я наказываю ребенка. И повысила на меня голос. Муж в ответ ей нагрубил, не объяснив, собственно, самой той ситуации. Она еще больше запуталась и совсем оторвалась на нас обоих. Я уже в комнате расплакалась, а муж стал успокаивать. Мол, ну потерпи, свекровь скоро уедет. А на что я ему сказала? Не груби матери. Мама здесь ни при чем, у меня проблем с ней нет. Это нормально, что человек с просони не понял, что ты должен был объяснить, а не грубить матери. И этого скандала бы не получилось. Позже я уже невольно обидела маму. Она хотела со мной поговорить, но я-то уже не хотела. И я не хотела, чтобы она видела мои слезы и убежала. Когда я успокоилась, пришла, села рядом с ней, мужа посадила и заставила переводить. Мама говорю, простите, что убежала. Это было неуважение к вам. Просто я не хотела, чтобы вы видели меня в таком состоянии. Я вас понимаю, любой бы на вашем месте так поступил. Вы бабушка любите внука, но он часто сейчас обманывает, притворяется бедным, несчастным, чтобы все делали то, что он хочет. В следующий раз сначала спросите, что случилось. А я расскажу все честно. Если я буду не права, покажите мне мои ошибки. Я их справлю. После этого случая она тихо дергает за рукав и на ухо мне шепчет о моей ошибке. А после гибели моей мамы, она часто в семейных спорах принимает мою сторону. Это не все, что можно было рассказать за 12 лет. Накопилось очень много, но это получается слишком много и долго. Надеюсь, мой рассказ поможет кому-то посмотреть на свои проблемы под другим углом. Спасибо вам большое за вашу историю. Я хочу здесь отметить, что, девочки, включайте на перемотку, включайте видео по второму разу. Нужно общаться и с свекровью, и с мужем. Но есть там интересные и полезные моменты. Жду ваших комментариев. Спасибо вам большое за вашу позитивную историю. Если вы хотите мне написать вашу историю, особенно позитивную какую-то, я имею в виду, не трагедию ваших отношений, а что-то хорошее, пишите на почту. Я всегда оставляю в инфобоксе под видео. Спасибо за внимание и за ваши комментарии. Скоро увидимся. Всем пока. Пока.